Россиянин, подозреваемый в киберпреступлениях, припровожденный в американский суд Джина Чон. Financial Times Россиянин, подозреваемый в киберпреступлениях, припровожденный в американский суд власти восхваляют экстрадицию россиянина из Голландии в США как признак готовности энергично преследовать киберпреступников, пишет. The Financial Times По версии обвинения, этот человек – один из разработчиков схемы крупнейшего в истории США компьютерного взлома, сообщает журналистка Джиночин. Правоохранительные органы с 2009 года преследуют Владимира Дринкмана, подозреваемого в причастности к хакерским атакам на «Настек», «Карефа», «Джетблю» и другие компании. В 2012 году он был арестован в Нидерландах и с тех пор добивался, чтобы его не высылали, говорится в статье. В минувшую пятницу Дринкмана все же экстрадировали в США. Во вторник в федеральном окружном суде в Нью-Джерси он не признал себя виновным. Суд постановил оставить его под стражей без возможности освобождения под залог, говорится в статье. «Экстрадиция Дринкмана на основе обвинительного заключения, которое наше ведомство подало более полутора лет назад, демонстрирует, как неустанно мы будем преследовать обвиняемых в этих серьезных преступлениях», заявил прокурор Нью-Джерси Пол Фишмен. В обвинительных заключениях в отношении Дринкмана еще четырех человек в 2013 году сообщалось, что они обвиняются также в хакерских атаках на ряд других компаний и банков, кражей 160 миллионов номеров кредитных карт и причинению убытков компаниям и потребителям на сотни миллионов долларов. Адвокат Дринкмана Барт Степерт заявил, что правительство США не представило доказательств в связи его клиента с предполагаемыми преступлениями, а также выразило опасения, что его клиент станет жертвой политических трений в отношениях США с Россией. Еще один российский фигурант дела, Дмитрий Смелянец, в 2012 году согласился на экстрадицию из Голландии в США и сейчас ждет суда. Остальные, два россиянина и гражданин Украины, пока не схвачены, говорится в статье. Остальные, два россиянина и гражданин Украины.